Моё обращение к социально-демократической партии Эстонии. В нём я описала вот эту ситуацию с Арестом Айвом, объяснила, конечно, в сжатой форме цели движения за мир и призвала просто высказать своё мнение, почему в Эстонии возможны такие вещи, что можно человеку арестовать за мнение или политические убеждения, допустим. И я им напомнила, что, как Айв сам говорил в одном своём видео, что он был какое-то время организатором какой-то северо-восточной Эстонии, вот этого региона, социально-демократическая партия. То есть, ну, люди знают, кто такой Айва, потому что он работал в этой партии когда-то, много лет назад. И просто выразить, скажем, какую-то поддержку бывшему своему однопартийцу, можно сказать, но разумный, нормальный, адекватный человек, в принципе. И меня, конечно, не удивило то, что на моё обращение письменное не ответил ни один из, по-моему, шести или семи членов этой партии. И одно время я думала, что, ну, возможно, это связано как-то с летним отпуском парламента или ещё что-то, но, как вижу, что уже целый месяц почти уже работает, опять парламент целый сентябрь работал. До сих пор нету знаков, что они готовы ответить. Меня беспокоит равнодушие, о котором я, кстати, тоже в своём обращении написала, что меня беспокоит равнодушие наших политических лидеров Эстонии на происходящее вокруг. Потому что если права человека, ну, я считаю, Айва Петерсон тоже человек, если права человека, ну, скажем, игнорируются, ну, на справедливый суд, там, на справедливое делопроизводство, на свободу мнения, там, политических убеждений, там, перемещения в любую страну, где есть виза, допустим, нужна, то они должны как бы это замечать и реагировать на это. В интернете они где-то... Вот нету какой-то реакции. Скорее, я наблюдаю, что иногда какие-то комментарии, что вот партия, вот это движение за мир, вот это КОС, но она какая-то такая пророссийская, там, что-то там... Как-то, ну... Как-то не очень понятно, и можно даже сказать, не эстонское. Это открытым, конечно, текстом не говорили, но это как бы понятно было. И я понимаю, что это не причина не реагировать на то, что происходит в Эстонии, тем более смеяться над целями движения за мир. Смеялись даже на Айва в одном комментарии. Говорили, что, ну, горбун там, кремлевский горбун там, еще что-то там говорили, но... Это же... Это же не серьезно. Айва сам тоже говорил, что он хотел бы предложить свою помощь как дипломат построение нормальных, невраждебных связей между Эстонией и соседними странами, не только России, вообще вокруг, да. И я просто не вижу, что кто-то еще очень готов к такой роли, кроме Айва. И поэтому нельзя так, как бы, эти вещи не замечать и тем более не реагировать. И вот для меня, да, странно, что на мое обращение к этой партии социал-демократической, но нету. И я, конечно, им напомню еще один раз, что прошу, пожалуйста, ответ на мой запрос. Потому что это нужно не только мне или не нужно нашему движению. Я думаю, партия вот эта Кооса, ее роль тоже такая значимая, потому что мы сейчас как зеркало общества. Ну, я так считаю, что... Но в которое, но часто не хотят смотреть, потому что увидишь, ну, безобразие, скажем так. Наверное, это и есть причина, почему, например, не реагируют на мое, например, обращение к ним или там еще к кому-то. Я не считаю, конечно, это все правильным. И поэтому стараюсь всегда как бы быть этим зеркалом. Призываю, конечно, не бояться, признать движение «За мир» и партию Кооса как действующую, уравновешенную партию. И сотрудничать и другим партиям, и другим обществам, и другим людям, отдельным, потому что в единстве сила. Маленькая страна нужна общими усилиями преодолеть очень много еще кризисов. А в Розине или как отдельно, или не признавая там кого-то нашим, или эстонским, или нужным, или правильным, будет сделано намного меньше. А общими усилиями можно сделать много. А это очень важно понять. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok